всем привет youtube привет сегодня мы опять вернемся к вот такой теме потянутый металл я лет пять шесть семь назад этим как говорится занимался снял видео в котором на примерах показывал что такое потянутый металл и как с ним можно или нельзя бороться но с того времени уже прошло как говорится четыре или пять лет на сегодняшний момент все поменялось поэтому ссылочку на этот ролик этом выложу я говорил о том что как можно как нельзя с этим бороться но оказывается можно опять же повреждения бывают разные руки глаза у людей разные но тем не менее на сегодняшний день существуют методы борьбы с потянутым металлом ну конечно не до крайности речь идет о том что очень часто при повреждении кузовных деталей лакокрасочное покрытие остается целым и в этом случае есть смысл побороться и спасти там деталь или же сделать вмятину скажем так незаметной принцип конечно всех этих вещей остался тот же что и в классическим кузовном ремонте то есть это местный нагрев металла вот для того чтобы при расширении металла при нагреве как бы он немножко расширяется но потом когда он остывает он остывает чуть больше но это я так условно говорю что нам для этого надо вот сейчас мы начнем потихоньку экспериментировать и плавно плавно подойдем к тому как это все действительности на сегодняшний день состояние так сказать этого вопроса для этого у нас есть опытный образец вот такая у нас дверка по моему от какого-то корейца вот мы видим у нас есть в общем-то достаточно ровная поверхность такое где тут я уже тренировался чуть-чуть вопрос не продолжим вот наша деталька берем проводим молотом что мы видим вот такой у нас получился рубец рубец раньше как говорится это все делалось либо клеем либо там еще чем-то крючками пробойниками и так далее сейчас на сегодняшний день есть другие методы но их мы рассмотрим чуть позже в следующих видео а сейчас начну по порядку сначала что раньше такие вещи делали таким образом рихтовали били то есть металл уже деформирован у нас растянут вот в этом месте вот и дальнейшем когда мы его начинаем колотить снизу ставилась там подложка все это выстукивалась вот и при этих ремонтах очень часто получались так называемые хлопуны это когда на металл снизу надавил он хлопнул вверх надавил вниз он хлопнул вниз в данном случае как бы деталь целая еще все жестко но на примере вот этой детальки я рассмотрю как с этим борются уже на сегодняшнем дне что брали делали брали были такие приборы ну условно там трансформатор там или сварка или что-то ну достаточно сильно брали угольный электрод у сжигали металл охлаждали и либо газовыми резачками там первый номер ну местный нагрев резко нагревали металл там резко остужали при этом значит надо было помнить что если ты остужаешь отсюда сверху металл идет вверх если надо чтоб металл садился вниз надо было остужать тряпочкой мокрой снизу но это мы оставим на сегодняшний день как бы есть варианты и другие и при желании можно сохранить лакокраску в данном случае она не нарушена слегка там чуть про царапалась лак но это можно повернуть и будет не видно как это делается сейчас сейчас есть приборы которые условно можно подразделить на два вида это классическая схема на трансформаторе и так называемые импульсные источники питания импульсные там блоки питания так далее но условно это сварка это инверторная сварка условно ну и начнем по порядку вот как раз есть два представителя у нас вот это споттер у меня есть ему уже сто лет в обед давно и успешно пользуюсь сейчас покажу о чем идет речь можно им нагревать можно вот сварочка есть инверторная это второй вариант вот такая небольшая там цена ей не помню что то может 45 тысяч ну обо всем по порядку начнем с подготовился все включил машинка у меня не маленькая спасибо китайцам это на межфазном трех фаз работает значит начинаем по порядку для того чтобы вот таким вот или другим аналогичным устройством прижигать металл надо зачистить место для массы нужен хороший контакт вот такой достаточно огромный пистолет и в него вставляется объединенный пистолет упал вот один из минусов работы такими аппаратами что вот такие как мы видим огромной толщины рукава и они не очень то длинные где-то по полтора метра вот не совсем удобно этим работать но не об этом упал вот угольный электрод чуть-чуть у меня укоротился берем выбираем режим но это у нас сейчас попытаюсь навестись резкость это мы выбираем толщину металла дальше мы выбираем режим вот как раз режим для работы с угольным электродом тут у нас меняем мощность вот ну самый оптимальный самый минимальный это вот мы выбираем толщину металла 06 угольный электрод это время то есть сколько ты нажимаешь на вот этот курок столько времени он играет и мощность прибора 23 процента сейчас расскажу и покажу о чем речь все нажимаем ok аппарат готов к работе дальше по подготовке детали снутри все это надо зачистить чтобы был хороший контакт вот этого окончания электрода и естественно происходило электрический разряд и происходил нагрев мы поехали к сожалению у меня нет возможности кому-то снимать вот берем ставим нажимаем и уже происходит подъем вот где-то трансформатор и что мы видим чуть-чуть я понажимал надо очень аккуратно нежно идет дым и металл наш начинает подгорать но тем не менее тем не менее значит металл как мы видим у нас под выравнивается но к сожалению при этом красочка наша идет идет лесом как бы для классической рихтовки это применимо и хорошо особенно когда надо делать хлопуны когда надо стягивать потянутый металл это незаменимая вещь но для без покраски это не годится потому что даже вот такая работа если она будет сделана хорошо и красиво уже она для без покраски неприемлемо ну первый вариант рассмотрели опять же если мы сделаем мощность вот сейчас берем увеличиваем 30 там 40 и более процентов до 85 вот это вообще неприемлемо я даже вот сейчас вам 30 поставлю практически моментально начинает краска сейчас настроиться надо моментально при первом же моментально у нас спухает краска как мы видим 23 30 процентов не так уж далеко но но есть одно но сразу же это все отражается на лакокраске вот ладно для классической рихтовки повторюсь это все актуально там зачищают с обоих сторон металл сжигают как сверху так и снизу пользуются споттером с различными там насадками и прочим но мы это рассматривать не будем мы рассмотрим как же все таки добиться того чтобы у нас получалось не жечь лакокраску то есть чтобы разряд был чуть другим поменьше потише и краска при этом не вспухала и не а там наш приборчик следующий вариант номер два сначала мы рассматривали он он спутер это классическая трансформаторная схема это условно можно импульсную сварку назвать называется в простонародье импульсная сварка но это собственно импульсный блок питания единственное что в нем а значит есть встроенный электроподжиг вот чтобы лучше зажигать электрод естественно встроена защита которая увеличивает силу тока для того чтобы электрод не залипал ну и резкость наводить ну по идее это ток в амперах нам такой ток не нужен мы ставим все по нулям и пробуем все у нас по нулям вот он электродик наш и сейчас попытаюсь снять искрить как мы видим он пытается поджечь дугу да если вот так тыкать мелкими толчками по этой вмятине тем не менее тем не менее еще раз показываю все по нулям вот сейчас прибор утихнет вот что получается у нас так резкость наводить вот такие тычки вот они выплески от спутера а вот такие вот блямбы получаются от сварки это вот первый раз я ткнул вот такая красота получилась то есть даже на нулевых настройках сила тока у нас настолько огромная что лучше получается это уже краска сгоревшаяся подожглась она и уже как бы ну если под покраску править опять же как мы видим вот такие вот получились выплески вот ну что во первых минус этого аппарата в том что он пытается вот этот угольный электрод поджечь чтобы он как говорится сжег но в данном случае нам этого не надо то есть все эти моменты они получаются непригодные но тем не менее не все так плохо есть уже устройство на рынке и следующее видео будет я постараюсь поподробнее осветить что же на сегодня поменялось есть устройство на рынке которые предназначены именно для этой работы они нагревают прогревают металл по месту настолько аккуратно и эффективно что это так сказать и лак или краска остается целая и в то же время металл ужигается но это уже будет у нас в следующем видео сначала будет обзор этих аппаратов когда я увидел что как скажу больше я списался с ребятами те кто производят не со всеми правда смог договориться и попросил чтобы мне прислали потестить все эти приборчики вот это называется хот-спот хот-стинг пауэрбокс еще как-то ну в общем принцип один и тот же все эти аппараты основаны либо по принципу классики трансформаторной основы где трансформатор электронная начинка либо как источники вот импульсные то есть по принципу второго варианта вот этого по принципу электросварки единственное там другие настройки другие немножко составляющие чтобы вот этих вещей некрасивых избежать на этом все всем пока пока спасибо за внимание